Всем здорово, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть в различные андроид-игрушки, и сегодня у нас Symbiont 0. Zero. Погнали. Это, как я понимаю, следующая часть Symbionta. Обнаружен сигнал, соединение. Окей. Инициализация пользователя. Доступ разрешен. Шифрование канала. Доступ в файловой системе Genome Database Corp открыт. Регистрация рабочей сессии. Загружаю вводные данные. Объект экспериментальная лаборатория. Убежище М2. Уровень сложности Ультра, первого типа. Научный персонал 141 человек. Обслуживающий персонал 293. Гарнизон 52. Задача объекта изучение и разработка вирусного оружия и формзащиты. Сверхзадача объекта засекречена. Так, секундочку, на секундочку. Сейчас я приду. Прошу прощения, мы продолжаем. Шесть минут назад на объекте активирован протокол Пандора. По нашим данным, произошла утечка вирусного оружия массового поражения. Причина утечки засекречена. Согласно ранее разработанному плану, данные следовательные тестовые образцы доставлены на поверхность. Три ключевых персоны проекта эвакуированы. После срабатывания сигнала тревоги, согласно протоколу Пандора, объект был изолирован. 99% научного и обслуживающего персонала остались в стенах лаборатории. По данным аналитиков, спасательная операция слишком опасна. Риск не оправдывает затрат. Семья персоналов, высланы официальные письма с соболезнования. Виновником тракедии назначены террористы-радикалы. Юридический отдел уже работает. Их специалисты уверены, что нам удастся избежать исков и замять скандал. Офигенно. Все детали аварии засекречены на высшем уровне. Разглашение будет расцениваться как государственная измена. Однако мы не можем упустить столь уникальную возможность. Многие образцы вирусного оружия еще не прошли полевых испытаний. Уважаемый, засекречено. По распоряжению засекречено и засекречено разрешено использовать аварию для проведения серии тестов. Поставлены следующие задачи. Установить контакт с персоналом, который избежал первичного и вторичного заражения. Угу. Смоделировать ситуации, в которых неизбежно столкновение выживших с инфицированными. Изучить поведенческие и тактико-физические особенности инфицированных. Выживание персонала после завершения миссии нежелательно. О выполнениях миссии немедленно должить командованию. Спецназ из группы зачистки рапортует о готовности приступить к операции «Чистый горизонт». Операторам немедленно подтвердить участие. А-а-а... Ну типа подтвердить, а чё ещё нам выбирать-то? Оператор 5 подтвердила своё участие. Активация протокола кошки-мышки. Детали. За каждым вашим оператором закреплён один выживший. Ваш испытуемый объект обнаружен. Загружаю данные. А, то есть нас несколько всего. Доктор Соболевман... А-а-а... Здорово. Нейробиолог, сотрудник отдела Б заражённой ткани. Специальная подготовка отсутствует. Навыки выживания в чрезвычайных ситуациях отсутствуют. Первичные задачи. Установить контакт. Втереться в доверие. Операция «Зеро» начинается. Или «Зеро». Соединение с объектом. Это чё-то уже подобное было. Разве мы не проходили это в первой части? Критическое. Помогите! Повторяю, это доктор Соболев, научный сотрудник убежища М2. У нас критическая ситуация. Требуется помощь. Эй, мы на связи. Вы на связи. Слава богу. Оператор на связи. Эээ... Оператор на связи. Господи, как я рад вас слышать. Вы получили сигнал тревоги. Код самый красный из всех возможных. Оператор, я не шучу. Ситуация просто кошмарная. У нас внутреннее заражение. Биологическая катастрофа. Боже, пришлите сюда всех быстрее. Солдат, спецназ, армию или хотя бы охрану с дубинками. Ради бога, кого угодно. Только умоляю, скорее. Ну, не под... Нет, если я скажу, что все под контролем, без паники, то, по сути, он, наоборот, еще больше панику разведет. Мы уже работаем. Работаете? Но! Боже мой, секундочку. Нужно взять себя в руки. Я же нейробиолог. От эмоций в моем положении один вред. Так, дышать. Нужно глубоко дышать. Оператор, послушайте. Только выслушайте меня очень внимательно. В лаборатории произошла утечка вируса с маркировкой Z0121. Это боевой вирус, и он уже работает. Как только прозвучал сигнал тревоги, спасибо регулярным тренировкам. Большинство из нас успело надеть костюмы биологической защиты. Большинство, но не все. Подождите, какая-то по-другому история. В прошлый раз она по-другому развивалась. Я не знаю, в каком конкретно отделе произошла утечка, но среди персонала есть первично инфицированные. Это те, кто вдохнул концентрированную дозу вируса из воздушно-газовой среды. Сейчас концентрация вируса снижена, но здешний воздух по-прежнему опасен. Кроме того, я уже упоминал, что вирус Z01 – это вирус 21-й модификации. Это значит, что в концентрированных дозах он практически мгновенно подавляет нервные центры организма-носителя. Затем наступает черед второй фазы агрессивного заражения. Первично инфицированные впадают в состояние контролируемой агрессии и набрасываются на окружающих. Я лично видел, как одного из сотрудников забили и загрызли до смерти. Возможно... Возможно, для него это к лучшему. Лучше умереть сразу, чем стать обезумевшей биологической бомбой. Но, боже... О, боже, как же все это было страшно. Вы просто себе не представляете. Так... Чем еще я могу помочь? Заражение. Инфицированных на первой стадии чрезвычайно активны. Они быстрые, выносливые и очень-очень злые. Послушайте. Оператор, пока еще есть надежда. Пока многих людей можно спасти. Нужно немедленно включить систему воздушной очистки. Нам же рассказывали, что разработана специальная эмульсия, которая на 20 часов гасит вирус. Включите распылители. А затем... Затем пришлите спецназ в костюмах биологической защиты. Мне противны любые методы насилия, но сейчас ситуация из ряда вон выходящая. Нужно спасти людей. И... Что это? Оператор! Почему отключили электричество? Вы же откройте все замки, тут нас всех убьют. А... Успокойся. Я... Я постараюсь. Но вы должны понимать, что это непросто. В таких-то условиях. Нужно быть сильным. Хе-хе-хе. Да, вы правы. Я в первой и надеюсь, надеюсь, в последний раз в такой ситуации. Я должен успокоиться. Расслабься. Доверься мне. Да, конечно. Это логично. Доверие ключ к успеху. В конце концов, это ведь ваша лаборатория, верно? А мы научный персонал вашей активы. Вы не стоите жертвовать теми, кто-то вам так полезен. Да, 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 да. Хорошо, оператор. Я готов действовать. Какие будут приказания? Первоначальная задача выполнена. Контакт установлен. Объект готов взаимодействие. Хорошая работа, оператор 5. Следующая задача. Смоделировать для объекта опасную ситуацию. Условия встречи с инфицированными. И помните, объект не должен сомниться в наших намерениях. Ведется сбор данных. Приступить к выполнению. Оператор, я тут подумал. Во-первых, хотел сказать спасибо. Знаете, эмоции действительно вредят. Теперь я понимаю, что мешать вам не стоит. Ведь вы и правду знаете, что делаете. Поэтому я постараюсь больше не паниковать. Делайте все, что считаете нужным. И просто верните меня домой. К жене и дочке. Моей дочери всего полгода. Я так хочу еще раз хотя бы подержать ее на руках. И мечтаю видеть своими глазами, как она взрослеет. Как впервые скажет, папа. А как я понимаю, это настоящий Соболев. Тогда мы играли за копию, помогали копию. А это настоящий Соболев. Еще до того, как он умер. Ну, это спойлер, да? То, что он умер. Но все. Оставить панику. Я постараюсь изо всех сил вам помогать. В первую очередь, конечно, информацией. Итак, оператор, мне описать, где я нахожусь? Эээ, конечно. Конечно, конечно, не вопрос. Описывай. Хорошо. Я сейчас на уровне А9. Это почти самый нижний этаж лаборатории. Как только сработал сигнал тревоги, я бросился из-за тела по работе с зараженными тканями сюда. Мы называем это помещение раздевалкой. Хотя, конечно, двери написано другое. Официально это ЛТ-21А9. Помещение, в котором хранится оборудование и экипировка для чрезвычайных ситуаций. Это просторное помещение с мощным шкафчиком, в которых висят костюмы биологической защиты. Здесь также есть полки с аптечками первой помощи и передатчиками. Одним из таких передатчиков я и воспользовался, чтобы с вами связаться. Почему-то корпоративная сеть на здешнем компьютере не работает. Ну а теперь, после отключения электропитания, сами компьютеры тоже не работают. В шлем костюма встроен фонарь, так что темнота это мне не очень мешает. Хотя звуки снаружи пугают. Давайте послушаем, с чего все началось. Мы просто знаем... Нет, это мы знаем, но... Сложный вопрос. Как и ученые, я понимаю, что вам нужен наиболее точный анализ ситуации с разбивкой по временной шкале, но сейчас, откровенно говоря, я не могу вспомнить ничего толкового. Все смешалось в памяти. Я работал в отделе зараженных тканик, и как раз прислали цестовые образцы. И вот я только подготовился к работе, и еще даже пункцию не сделал. Как вдруг сработал сигнал тревоги. Конечно, мы с коллегами тут же остановили работу, перевели оборудование в режим ожидания. Никаких опасных химических процессов запущено не было, так что мы управились быстро. Да и как я уже говорил ранее, регулярные тренировки выработали условные рефлексы. Подвес к сирене и красное мерцание сигнальных огней, мы облачились в защитные костюмы. Только-только подключили автономную дыхательную систему, и тут за дверью отдела послышался дикий крик. У меня сердце ушло в пятки. До сих пор этот крик стоит в ушах, аж мурашки по коже. Именно в этот момент, в тот момент я понял, что сигнал тревоги не ложный. Мы бросились шматровым окнам, открыли жалюзи. Боже, это была еще та картина. Из столовой, возвращаясь с обеденного перерыва, двигалась группа людей. Человек десять, наверное. И тут двери лифта вдруг распахнулись, и с кабины вылетело нечто. Я сейчас понимаю, что это был инфицированный, но тогда... ...его скорость была невероятной. Он в одно мгновение преодолел коридоры, как торпеда буквально врезался в группу людей. Удар, укус, рычание, новый удар. Это было нечто. Я такого никогда не видел. Настоящий хаос. Скоротечный хаос. Все свершилось за доли секунды. Сразу пять или шесть человек получили свою долю вируса, а затем... Я испугался, как и все здесь. Я буду честен. Я не солдат. Я научный работник. Вместе с коллегами мы бросились бежать. А эти инфицированные, они гнались за нами, словно дикие звери. Эта адская гонка почти не отложилась у меня в памяти. Помню, мелькали какие-то картины. Кровь, лица людей, перекошенные ужасом. Крики боли, вой сирены и... Везде красное. Ничего себе, жутковато. Пришел себя я только здесь. Оператор, простите за сумбур, но вы... Вы должны меня понять. Понимаю. Ты все правильно сделал. Правда, спасибо. В общем, теперь вы знаете мою историю. Все это чертовски напоминает страшный сон. Нет, хватит эмоций. Давайте продолжим. Я расскажу, где в моем укрытии есть двери. Отсюда можно выбраться двумя путями. Есть дверь, которая выведет меня обратно к отделу по работе с зараженными тканями. Есть и вторая, она выведет к отделу дрессировщиков. То есть, зоологов. Даже не знаю, что выбрать. В моем отделе царил хаос. А что творится у зоологов, даже страшно предположить. Там ведь клетки с подопытными животными. С ними работало много людей. Я просто не знаю, какой путь мне выбрать. Я... Наверное, все-таки нужно идти к зоологам. Неизвестность страшит, но в памяти я сейчас слишком свежи воспоминания о том, что мне пришлось пережить. Не хочу возвращаться. А... Ты в порядке? В порядке! Насколько вообще позволяет ситуация? Трудно поверить, что все это происходит. Что теперь все эти милые люди, которые окружали меня, теперь... Нет, это кошмар на его. Оператор, давайте выбираться. И тут, внимание, предательство! Предательство своего руководства. Правду. Стой, слышу правду. Правду. Вы не собирались мне помогать, но вы не успели рта раскрыть, как связь оборвалась. Тотальный контроль. Большой брат не дремлет. Вас мгновенно отключили из системы. А ваши близкие получили письмо, полное соболезнований. В нем говорилось, что вы героически погибли при исполнении. И больше вы уже ничего и никому не могли рассказать. А ваша миссия... Провалена. Ну, я так и думал, что будет что-то вроде того, но просто было интересно посмотреть, что будет, если... Попытаться, в общем, пройти против системы. Ну, понятно, что было что-то типа подобного, но... Хотелось все-таки рискнуть. Ладно, давайте возьмем вторую попытку и допройдем, собственно. Кстати, стоит отметить, что рекламы не было здесь. То есть, даже несмотря на то, что я проиграл, для того, чтобы переиграть, мне не пришлось смотреть рекламу. Поэтому мы, собственно, продолжаем дальше. Единственное, что только мне опять приходится читать один и тот же текст. Поэтому... Это вот единственный минус. Ты в порядке? Спрашиваем его, в порядке ли он вообще был. Затем он выберет, собственно, идти к зоологам. И мы скажем, типа, да, 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 окей, окей. Руководство, видимо, лучше не перечить. А, хорошо, выходи. Хорошо, подхожу к двери. Жаль, у меня нет никакого оружия. А защита костюма кажется просто смехотворной. И этот тонкий луч фонарика, как тонкий луч надежды. Так, за дверью вроде бы тихо. Открывай ее. Он говорил, что он там в них несколько выжил. А как ты один вообще остался? Оператор, я в коридоре. Тут темно и вроде бы тихо. Вижу другой конец коридора. Мне предстоит пересечь весь проход. А затем... Затем будет довольно обширное помещение с клетками и всяким разным. Будь осторожен. Но я постараюсь, чтобы не придавать руководство, но при этом максимально содействовать Соболеву. Я не хочу просто быть пешкой. Так, оператор. Начинаю движение. Хорошо, спасибо вам. Это все понятно. Я сейчас в темном коридоре. Света нет, кроме луча моего фонаря. Издалека доносятся глухие звуки. Что-то очень неразборчивое, что-то... Господи, это же крики животных. Точно, обезьяны в клетках. Никогда не слышу, чтобы животное издавало такие звуки. Мурашки по коже. Отскость смесь детского плача и предсмертного вопля. Они... Они чуют вирус. Они в отчаянии. И мне, похоже, придется идти мимо их клеток. Так, черт, я ведь даже в детстве кошек за хвосты не дергал. Люблю всяких божьих тварей. Жалко мне их. А... Будь твердым. Да-да, ничего другого не остается. И спасибо за понимание. Крики животных становятся громче. Еще немного и... Вижу дверь в отдел зоологов. Внимание. Дежурный оператор. Существует вероятность встречи со стражем. Актуальных данных о проекте нет. Информация находится на стадии формирования. Обновления задания. Столкнуть подобный объект с инфицированными животными. Да в смысле? Приступайте к выполнению. Вы меня слышите? Оператор, я у двери отдел зоологов. Судя по всему, внутри хаос. Что мне делать? Возвращаться? Мне не очень хочется идти туда. Я думаю, что вы меня поймете. Стой, подожди. А, входи, входи. Да, конечно, не вопрос. Так, почти готов. Давайте же не будем медлить, иначе у меня духу не хватит. А, входить? Входи уже, входи. Есть, вхожу. Оператор, электричества нет, но мне удалось приоткрыть двери. Хорошо, что цифровой замок не работает. Не помню пароля. Так, заглядываю. Господи, ну и шум. Фу! Ну и вонь. Похоже, что животные от страха обгадились в клетках и... Хе-хе. Боже мой. Оператор, я внутри, и лучше бы тебе не видеть того, что здесь происходит. А-а-а, рассказывай. Я-а-а, я посветил на клетки. Здесь много животных содержалось. Хомяки, крысы, птицы, собаки, кошки, орангутанги. Кажется, где-то был даже аквариум. В общем, сейчас здесь осуществляется иллюстрация из книги Судного дня. Все птицы в клетках мертвы. Они лежат на полу их крылья, широко расправленные в параличе, у клювиков в подтеке крови. Окей. Грызуны живые. Они ведут себя спокойнее остальных и без видимых признаков зара... А-а-а, черт! Это отвратительно! Нет, грызуны заражены. Я только что видел, как одной крысе все-таки удалось прогрызть дыру в клетку с хомяками. Они даже не... Она даже прогрызла подходящее по размеру отверстие, но смогла протиснуться. А, то есть она прям втиснулась, ободрав при этом почти всю свою шкуру. Теперь-то крыса — это практически оголившийся кровоточащий скелет. Но это еще не самое худшее. Оператор, ты точно хочешь знать детали? Давай. Как скажешь. Крыса ворвалась в клетку с хомяками и буквально выпотрошила их. Но это у нее ушло меньше 20 секунд. Теперь там просто феерическая кровавая побоящая крыса. Крыса торопливо сжирает трупы. Ее распирает Атабеля, пищи так жрать нормальное существо не может. Но она не останавливается. Это... Это ужасно. Он еще болезненно реагирует на свет, шипит, пищит, щелкает зубами. Отойду-ка я подальше. Похоже, это были еще цветочки. Я у клеток с собаками. Печальное зрелище. Все как одна лежат на полу, издыхая. Скулят из глаз, текут слезы. Из ушей струится кровь. Нет, я не могу описывать такое. Это выше моих сил. Я даже смотреть-то нормально не могу. Примерно та же картина у клеток с кошками. Вирус не уживается в них. Доза рассчитана на человека, не подобляет нервную систему, убивает ее, начисто разрушая. А крыс на крыс работает. Судороги, спазмы, смерть. А вот с обезьянами другая ситуация. Их здесь шесть, каждая в отдельной клетке. И каждая инфицирована. Покрасневшие глаза на ваккате. Обилие изменившей цвет слюны. Гортанные рыки. Реагируют на свет очень чутко. Бросаются на протеклетки и бьют со всем телом. Брррр, боюсь я даже представить, что случилось бы выравить одна из них на свободу. Мой голос для них тоже является раздражителем. Правда, не таким сильным, как свет. Тут явная ассоциация с бешенством. И... Вот это странно. Я вижу клочки шерсти. Она буквально сыплется с обезьян. Что это? Новая мутация или уже описана реакция на вирус? Тут я не помощник. Данных недостаточно. Хорошо. Думаю, что хватит описаний. Я же не доклад пишу. Начинаю искать выход. Даже через фильтры костюма я... Биологическая защита, я чувствую отвратительную душевую вонь. Так, осторожно прибираюсь между клетками. Не дай бог кому-нибудь из этих несчастных животных удастся до меня дотянуться. Потому что... А это еще что? Что ты видишь? Я не знаю. Здесь... Здесь было нечто вроде хранилища. Дверь как в банском сейфе, толщиной в метр, открыта нараспашку. Я вижу ряды металлических столов. На каждом высокая емкость. Метровая цистерна из толстого стекла. Она заполнена какой-то желтоватой жидкостью. Внутри... Внутри что-то ужасное. Словно мутант-уродец. Огромное мохнатое тело. То ли собачье, то ли паучье. Но что толстых, очень длинных лап, как веревки. О, черт! Черт подери! Я навел на одну банку луч фонаря, и тварь внутри шевельнулась. Резко, неуловимо, как каракатица. Боже, ну и скорость. Хорошо еще, что она заперта. Что это за чертовщина такая? А вот это уже плохая новость. Оператор, я вижу в глубине хранилища несколько открытых банок. На стекле и на полу обильные лужи из этой желтой жидкости. Похоже. Или тварям удалось бежать, или... Их кто-то выпустил. Не понимаю, что это? Дьявол! Одна из обезьян повалила клетку. И падение у клетки повредилась дверь. Обезьяна выбирается! Боже, она сейчас бросится на меня! Аааа... В смысле замри, беги! Какой замри? Ну, конечно! Бегу! Все, она вырвалась из клетки! Боже, она преследует меня! Аааа! Вижу дверь! Дверь! Ааа... Беги к ней. Какой спрячься? Чё, гораетесь, что ли? Лечу! Я рядом! Ну, давай же! Дверь! Она заперта! Пошла прочь, тварь! Уйди! Кажется... О, дьявол! Открыл! Я открыл! Эй, да отвали ты уже! Уйди! А, чёрт! Да что же за... Аааа! Есть! Да! Оператор, я вырвался! Я пробежал через отдел зоологов. Теперь я в коридоре. Дежурному оператору. Данные собраны. Скорость инфицированных животных. Подтверждена чувствительность органов слуха. Подтверждена реакция на свет. Подтверждена реакция на движение. Есть реакция на запах. Собраны данные по выживаемости видов. Собраны данные по такующим свойствам. Оператор, пять. Предложайте миссию. Обновление задания. Столкните подобный объект с инфицированными людьми. Приступить к выполнению. Господи, господи, господи! Эта проклятая обезьяна, она настигла меня! Почти настигла! Я чувствовал, как воняет у нее из пасти! Боже мой! Мне чудом удалось уцелеть! Это правда чудо! Боже! Да уж! Я-то уцелел, но этого нельзя сказать про мой костюм! Безумная тварь хотела вступиться в спину, в шею, загрызть! К счастью, там расположены кислородные баллоны. Обезьяна в клочья разодрала костюм, но я за это время успел открыть дверь и уже потом сбросить животное с себя. У меня слов нет! И кажется, еще немного у меня начнется истерика. Давайте продолжим путь. Пожалуйста, я хочу выбраться отсюда, умоляю! Я боюсь того, что ждет впереди. Там раньше был очень многолюдный отдел. А теперь страшно, да колик страшно! Но знаете, на этом мы будем пока же с вами заканчивать. У меня сегодня очень много времени, но очень хотелось посмотреть игрушку. То есть, в принципе, мы поняли, в чем основной посыл игры. Это та же история про настоящего уже Соболева. И мы играем за оператора, который собирает информацию по этому эксперименту. Это, видимо, какая-то секретная все-таки операция была. То есть, это было запланировано изначально. И как бы мы сейчас собираем информацию о зараженных, о тканях. В общем, любую информацию собираем. Я не знаю, зачем нам это надо. Но так или иначе, типа, ну я понял, да. То есть, будем дальше помогать Соболеву. И я надеюсь, что нам удастся выбраться из цепки в клап нашего руководства. И все-таки как-то реально помочь Соболеву. Потому что просто играть, знаете, роль плохого парня, который просто использует Соболева для получения каких-то данных, не очень круто. Но, скорее всего, тут будет какая-то более линейная история. Но, в принципе, достаточно интереса. У игры, кстати, рейтинг в плей-маркете достаточно высокий. Ну, ладно. Собственно, мне надо идти. Продолжим уже в следующий раз. Я серию постараюсь сделать уже подлиннее. А на этом пока что будем заканчивать. Большое спасибо за просмотр. А с вами был Ник. Собственно, начало нового прохождения. Всем спасибо. Всем пока. И мы еще увидимся. Чаос.